Здравствуйте, в эфире тема дня гость программы Сергей Левинский, юрист, председатель правления ОСМД Дидрихсона 9, член клуба председателей правления ОСМД Одессы. Здравствуйте, Сергей. Добрый день. Мы продолжаем разговаривать о создании и функционировании ОСМД в Одессе. И сегодня мы бы хотели поговорить о некоторых нюансах, возможно, о сложностях и о недопониманиях среди горожан по некоторым вопросам. И логично было бы начать с того, в каком состоянии сегодня находится рынок жилищно-коммунальных услуг. Сейчас вступает новый закон про жилищно-коммунальные услуги в действие. Его главная особенность есть то, что появляется выбор. Выбор лица, который оказывает жилищную услугу, услугу управления многоквартирным домом, и выбор договоров поставщика коммунальных услуг. Это индивидуальный, коллективный договор, либо договор с коллективным пользователем. То есть договор можно выбрать в отношении любой услуги? Нет. Нельзя выбрать для электричества и для газа. В этом случае только законно предусмотрены индивидуальные договора. Если в вашем доме есть общий домовой счетчик тепла и воды, то тогда можно выбирать для коммунальных услуг поставки воды и тепла. А также для услуг по вывозу мусора. Для каждой из этих услуг можно выбрать свой тип договора. Выбор договора осуществляют только собственники квартиры, а не жилых помещений. Сергей, вы упомянули несколько видов договоров. Можно вкратце объяснить особенности каждого из них? Как мы говорили, существует три вида договора. Индивидуальный, коллективный и с коллективным потребителем. Индивидуальный заключается с каждым собственником квартиры и нежилого помещения. Коллективный потребитель – это фактически колхоз. Однако существует промежуточный вариант – коллективный договор. В двух видах этих договоров, а именно в индивидуальном и коллективном, ответственность за несоблюдение условий договора все равно индивидуальна. То есть никто не может прийти и отключить поставку коммунальных услуг на весь дом. В случае коллективного договора оплата производится на специальный счет, с которого потом деньги перечисляются конкретному поставщику коммунальных услуг. А ответственность по неуплате за предоставленные услуги строго индивидуальна. Уложиться на каждого владельца, правильно? Да. Ответственность несет каждый владелец квартиры и нежилого помещения индивидуально. Вы упомянули предоставление услуги по управлению. А вот как дело обстоится с ДПТ? Услуги с ДПТ больше нет, как и услуги балансодержания. Вводится новым законом услуга управления многокуртирным домом, который оказывает управитель. У правителя может быть либо физическое лицо предпринимателя, либо юридическое лицо. Это лицо должно обладать определенной квалификацией. Его выбирают собственники квартир и нежилых помещений. Сергей, вы упомянули о том, что договоров существует несколько видов. А вот как выбрать какой-то из них? Вид договора, выбор управителя, условия договора с ним выбираются общим собранием со владельцем многокуртирного дома, собственников квартир и нежилых помещений. Если ранее тариф на услугу СДПТ утверждался горсоветом, то теперь этого нет. Нет. Стоимость услуги управления договорная. Как договоритесь, так и будет. Вы можете выбрать несколько управителей, пригласите к себе. Они могут вам предоставить сметы по содержанию именно вашего дома. И на общем собрании вы выберете одного из них. Таким образом вопрос решается коллективно. Но как тогда контролируется выполнение предоставления услуги? Контролировать предоставление услуг должны все сособственники квартиры и нежилых помещений. Сами претензии оформляются в виде актов претензий. А как вот реальность эта осуществляется? Контролируют все. Назначается ответственно, например, по дому или на какой-то вид услуг. И соответственно этот человек уже подписывает акты претензий от всего дома. Сергей, а что с домами коммунальной собственности, с ЖЭКами? ЖЭКов давно уже нет. Коммунальных домов, домов коммунальной собственности тоже. В 1992 году начал был процесс приватизации государственного жилого фонда. И с этого момента дома уже перестали находиться только в коммунальной собственности. Вообще это относится ко всем многоквартирным домам. В тех, где квартиры и нежилые помещения принадлежат разным лицам. Именно эти, именно собственники квартиры и нежилых помещений, которые являются сособственником дома, должны и управлять им. Все многоквартирные дома уже давно должны быть списаны с баланса обслуживающих организаций, коммунальных предприятий, ведомств. Сергей, тогда как осуществляется управление домами? Главным органом управления многоквартирного дома является общее собрание сособственников дома, собственников квартир и нежилых помещений. На этом собрании решаются вопросы проведения капитальных ремонтов, текущих ремонтов, распоряжения общим имуществом многоквартирного дома, таким как чердаки, подвалы, колясочные и другие вспомогательные помещения при домовой территории. Сергей, я все-таки хотела бы уточнить, а вот на собраниях кто именно принимает решение? Решение принимают сособственники дома, владельцы квартир и нежилых помещений. Причем я хочу подчеркнуть, не жильцы, а именно собственники квартир и нежилых помещений. Сергей, а дома ОСМД? А домов ОСМД нет. ОСМД не является владельцем дома, не является балансодержателем. ОСМД – это общество совладельцев квартир и нежилых помещений, создаваемое ими для управления домом и защиты собственных прав. А, Сергей, значит, ОСМД оказывает услугу управления? ОСМД не оказывает никаких услуг. ОСМД непосредственно связано с самими собственниками. После создания ОСМД они могут самостоятельно обеспечивать содержание дома, либо заключать договора с поставщиками услуг, либо с исполнителями работ, либо заключить договор с управителем. Сергей, а вот внутри самого ОСМД договорные отношения возможны? Именно по этой причине договорных отношений между ОСМД и собственником быть не должно. Это прямо указано в законе о жилищно-коммунальных услугах. По этой причине каждый собственник должен принимать участие в общем собрании, либо участвовать в вопросе, который проводится после общего собрания, если решение на самом собрании не было принято. А кто же несет ответственность, собственно, за многоквартирный дом? Ответственность за многоквартирный дом несут собственники квартир и нежилых помещений, как собственники этого дома. Важно понимать, что проблемы текущей крыши – это проблемы не тех, кто живет на последнем этаже, а проблемы подвала – это не только проблемы тех, кто живет на первом этаже. Например, могу сказать, что лифты, которые являются тоже общим совместным имуществом многоквартирного дома, и, соответственно, их содержание должно обеспечиваться тоже всеми сособственниками. Сергей, а что делать с домами не ОСМД, которых по городу еще очень много? Самое, наверное, простое – вы будете выбирать управителя. Но я бы все-таки порекомендовал бы собраться и организовать ОСМД. Многие вопросы при созданном ОСМД решаются более проще, чем в тех домах, где его нет. Одной из особенностей ОСМД есть то, что вы можете открыть счет, который будет принадлежать вам, и накапливать деньги на капитальные ремонты в вашем доме. Вы можете более гибко работать с поставщиками услуг или исполнителями работ. Вы можете выступать с заказчиком самостоятельно, без привлечения какого-то другого лица, пользуясь посторонней помощью. Кроме всего прочего, на уровне государства сейчас разрабатываются многие программы, которые ориентированы непосредственно только на ОСМД. И поэтому воспользоваться помощью государства могут только те дома, которые сорганизуются и в которых будет так называемый организованный собственник. А вот что это за программы? Ну хотя бы пару примеров. Это программы, например, по энергоэффективности. Это программы по поддержке тех же ОСМД, которые работают на местном уровне. Это могут быть программы софинансирования поиска с каких-то спонсоров. Вы можете сдавать ваши помещения, которые в текущее время не используются в аренду каким-то предпринимателям. Получать от этого дополнительный доход. И главное, что эти все деньги вы должны непосредственно тратить только на обеспечение вашего дома. Я уточню тогда с госпрограммами. Если дом выберет управителя, но не создаст ОСМД, то есть альтернативный путь выберет для себя, да? То есть вот программу энергоэффективности он уже вступить не сможет, она уже мимо него пройдет. В данном случае, если мы говорим, допустим, о фонде энергоэффективности, то он только находится в зачаточном состоянии. И говорить четко, как оно будет работать, не приходится. Можно только предполагать. Но опять же, как я и сказал, все оно в основном направлено на то, что будет организованный собственник в доме. Будет приниматься решение по производству ремонтов. И, соответственно, они уже ориентированы именно на ОСМД. Сергей, вот если есть сусобственники, которые вообще не желают принимать участие в жизни дома. Ни в одной форме управления, ни в другой, ни в будущей, ни в настоящей. Вот как с ними решается вопрос? Ну, есть два пути. Первый вариант, если собственник квартиры или жилого помещения сдает свое помещение в аренду и не проживает в доме. Ему все равно, в каком состоянии дом находится. Он может делегировать свое право управления домом данному лицу. Данному лицу имеется в виду квартиросъемщику? Да, арендатору. В этом случае собственник может делегировать право управления домом нанимателю своего помещения, предоставив соответствующую доверенность. Второй вариант, который более худший с моей стороны, это тот, что собравшись на общее собрание, вы поручите органам местного самоуправления выбор для вас управителя. Сергей, вот что бы вы могли в заключении пожелать всем сособственникам многоквартирных домов? Судьба многоквартирного дома зависит от каждого собственника квартиры или жилого помещения. Никто, кроме вас, не будет им управлять или обеспечивать. Для того, чтобы управлять многоквартирным домом, надо учиться договариваться. Нельзя ждать, что кто-то придет и примет за вас все необходимые решения. Спасибо вам, Сергей, большое за беседу. А я напомню, в гостях был Сергей Левинский, юрист, председатель правления УСМД Дидрюксона 9, член клуба председателя правления УСМД Одессы. Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...